здравствуйте я рад вас приветствовать меня зовут александра фалагина я филолог японист и сегодня у нас вторая лекция из цикла она новая японская проза сегодня мы уже более детально поговорим о именах писательниц их творчестве книгах романах рассказах о методе художественном этих темах которые они поднимают своих произведениях но прежде собственно чем мы приступим к рассмотрению каждой из писательниц а у нас сегодня заявлены такие имена как ищемота банана а каваками хироми огава йоку каваками миеко и мурата саяка лекция предстоит обширной но постараемся ее так живо и интересно пройти итак вообще в разговоре о женской прозе современной исследователи отмечают такую тенденцию что в ней есть так называемый элемент мистицизма как пишет вот михаил григорьев статье японская литература как зеркало общества постиндустриальной эпохи в во многих произведениях современной женской прозы обыгрывается традиционная для японии тема мистицизма каких-то духов путешествие вне тела и вот это обращение к феноменальной стороне бытия к исследованию таких иррациональных сил которые воздействуют влияют на жизнь человека можно назвать действительно магистральной тенденцией сквозь такую даже порой реалистическую ткань повествования в прозе писательниц проступает что-то неуловимое что-то эфемерное что-то странное причудливое и обращаются зачастую писательницы к этой рациональной стороне бытия с тем чтобы переиначь с тем чтобы иначе взглянуть на многие проблемы современности на те же вопросы социальных ролей гендерных ролей на устройство постиндустриального общества на в общем-то все те нормы все те основы которые мы считаем общепринятыми адекватными они стремятся перевернуть наше понимание наше восприятие многих тем так например призраки и телепатия возникает в творчестве ющемота банана у кого каме хироми мастера гротескного реализма постоянно какие-то сказочные персонажи какие-то причудливые существа животные которые обретают речь герой постоянно бродит на таком пограничи между реальностью и явью сами персонажи женской прозы это так сказать персонажи изолированные персонажи ушедшие в такое интровертное пространство себя и единственный способ единственная такая связующая нить скажем так с внешним миром с миром реальным оказывается феноменальный как раз опыт изоляция персонажей как раз вызвано их ощущение такого барьера между частной жизнью и общественной социальной то как ожидают то какими то какое поведение от них требует социум но вопросы которые которым чаще всего обращаются писательницы это как раз вопрос о трансформации многих традиционных культурных структур социальных элементов восприятия много восприятия именно женского индивида женской идентичности и роли женщины так скажем в обществе что же на художественном уровне то тут мы наблюдаем тесное переплетение традиционных элементов с вене и постмодернизма что обратить ваше внимание на две такие колоночки на самом деле многое из того что вот свойственно скажем японской классической против традиционной национальной мы наблюдаем и в постмодернистской эстетике что уж говорить в общем то постмодернизм берет допустим ощущение бренности философию бренности эфемерности нашей жизни из буддизма в свою эстетику отказа от логического рационального восприятия переход более чувственному интертекстуальность которая в общем-то свойственно для многих для многих так сказать традиционных литератур поскольку поэты прозаики всегда обращаются к классике в своих произведениях так или иначе их цитируют и пытаются высветить новые аспекты тех или иных общеизвестных цитат в постмодернистской эстетике мы видим что эти интертексты используются для порой пародийной игры для переосмысления многих аспектов культ неясности культ неопределенности когда мы не можем в общем то сказать о чем этот сюжет на имею до постмодернистские произведения недоговоренность многих аспектов это все та же очень недосказанность допустим японской поэзии где в недосказанности рождается собственно в деталях рождается общее рождается ощущение и тут еще один такой момент как сугестивность вот эта особенная черта японской литературы это внушение внушение определенного ощущения определенного переживания или эмоции как правило это что-нибудь даже на уровне сенсорного физического опыта ну конечно если мы берем такие элементы как там не линейный сюжет или фрагментарности принцип монтажа то в принципе это можно найти и в японской классике в разряде дзуй хитсу жанра такого эссеистического плана где как раз собраны скорее такие фрагменты каких-то событий истории не выстроенных в линейном порядке а просто передающих некое переживание но вот эти вот аспекты мы как бы берем себе на заметку потому что так или иначе они будут встречаться в творчестве тех писательниц которые мы сегодня будем рассматривать а первая писательница которую которую о которой мы сегодня поговорим это ищемота банана всем очень известная у нее очень много переводов на русский язык что очень хорошо для нас можно так сказать насладиться ее эстетикой эстетика ее прозы ищемота банана настоящее имя ищемота мохоку она дочь поэта и философа марксиста ищемота такааки она родилась 64 году в токио закончила университет нихон на факультете литературы и искусств и в восемьдесят седьмом году она получает премию каэн за произведение кухня и далее при премии и дзуми кёка за тень при лунном свете другое произведение у нее также есть премия министра образования области искусства для начинающих писателей за всю ту же кухню и в общем-то очень-очень много переводов на различные языки в том числе итальянские у нее даже есть итальянские премии премия скану и так далее вообще феномен ющемота бананом это реальный феномен наряду с феноменом мураками харуки зарождается возникает 80 конца 80-х начала 90-х годов и это феномен массовой культуры очень часто критики как раз такой бросает шторик камень в сторону творчества ющемота банана поскольку она якобы ориентирована исключительно на массовую продукцию что ее произведение лишь такого билетристического плана в частности вот оя кензабуру критиковал как и ющемота банана так и все его поколение за то что эти писатели писательницы отходят от обсуждения какой-то серьезной тематики исторической психологической политической но на самом-то деле если так посмотреть проза ющемота банана при всей ее такой незамысловатости при всей ее непреднамеренности на самом деле поднимает очень важные темы темы семейных взаимоотношений темы одиночества отчуждения индивида от общества атомизации общества но преподносит это в таком ненавязчиво очень легком виде и часто это характеризуется как такая стилистика все джо манги и действительно произведение ющемота банана ну главные героини главные героини да это именно женские персонажи но ориентированные скорее сама проза ориентирована скорее именно на девушек но тем не менее вот том как это преподносится в том как это делается есть глубокая связь с национальной традиции что же до скажем так лингвистических особенностей то действительно и проза ющемота банана и проза мураками харуки и многих других писателей начиная с 90-х годов и не только в японии вообще упрощается в плане своего оформления короче предложения меньше каких-то сложных замысловатых выражений это далеко не кое к нему и кензабуру который своей иероглификой давил просто и невозможно было читать его произведение ну только разве что ценителям и в плане перевода эти произведения произведение современных писательниц намного проще но тем не менее эта простота это в то же время и доступность которая дает возможность очень многим прочувствовать те философские на самом деле темы которые поднимают писательницы своих произведениях работающему это также отличает метафоричность выразительность образов и вот этот самый магический реализм очень встречающийся в прозе женской прозе японии несмотря на то что герой действительно такие постмодернистки ощущающие себя изолированными и так далее находящимися перед такой всепоглощающей тьмой страха депрессии утраты как правило они сталкиваются именно с утратой утраты близкого человеку утраты надежды и опоры эти персонажи в произведениях еще мото банана переживают что ли перерождение но это перерождение происходит именно через соприкосновение с неким феноменальным мистическим опытом и тут в общем-то три аспекта прозы не ущемота банана которые стоит рассмотреть это смерть это ностальгия и это семейные взаимоотношения вот если брать собственно ее дебютное произведение кухни там описывается судьба сакурами как это девушка которая потеряла бабушку и она в общем-то осталась одна у нее нету родителей она живет одна квартире но таская одиночество по единственному близкому человеку который у нее был в жизни она ее постепенно съедает и на помощь в этот момент приходит ее однокурсник вичи он предлагает ей жить у него в его доме вместе с его отцом тире матерью дело в том что у юичи отец в общем транссексуал он одевается как женщина он ведет себя как женщина и работает в баре хостес и вот если первая часть повести так скажем посвящена переживанию травмы микага это вторая посвящена переживанию травмы вичи потому что эрику отца тире эти убивают что тут важно на самом деле никакая травма не не описывается в тексте в повествовании но само повествование оно пронизано этим эмоциональным шоком этой болью персонажей и они никогда в общем-то не обсуждают то что их беспокоит но в каких-то совместных действиях там поедание пищи прогулки посещение кафе они помогают друг друга то есть сближаясь и вот в этом контакте в этом единстве человеческой боли они находят исцеление но что еще важнее как правило эти встречи встречаются в пространстве сна в пространстве видения и вообще если посмотреть так сказать на описательную сторону произведения то там очень часто встречаются эпитеты полусонный полусонный юичи принес мне охапку одеял в моей полусонной голове крутили сцены из фильмов про войну продолжал что-то лепетать полусонным голосом и вот эта грань между действительностью и фантазии в повествовательном потоке она очень не явно очень размытая что в общем то апеллирует на самом деле как традиционной опять же эстетике где душа которая бродит в ней тело где сны предопределяют судьбу героев это такой часто встречаемый мотив в кухне же сны являются решающими поворотными точками в сюжете допустим сон зарождает в общем способствует зарождению отношений юичи микаги во сне же она приносит юичи теплый обед и помогает ему как так сказать через эту пищу исцелиться в конечном счете именно сон способствует выбору микаги профессиональному то есть дальше в поваром и вместе с тем еще один момент там что встречается и в кухне и в цугуме и вам рита это момент ностальгии ностальгического чувства ностальгического переживания ностальгия только ключевой термин для вообще японской прозы японской поэзии и вот в цугуме допустим описание пейзажа описание ландшафтов является основным средством с помощью которого проявляется вот эта ностальгия героев по их родным местам по каким-то воспоминаниям из прошлого но в общем то это все апеллирует опять же к эстетике моно ну а вар печального очарования вещей которая передает как раз эфемерность ощущение эфемерности жизни недолговечности вещей наша жизнь в общем-то жизнь человека она коротка а вот эти вот мгновения которые улавливают героя так сказать своей повседневности будь то вот когда допустим в кухне микага готовит и она вспоминает как она увидела эти красные спелые помидоры и они у нее так сказать вызвали очень теплое чувство чувство какого-то неги какой-то близости и тепла или например когда она возле кухни сидит ложится на софу я прилегла на софу которая своим очарованием вызывала у меня грустные воспоминания временах когда я жила здесь ночь была такой же как и прежде и находилась той же самой комнате и растения через окно выглядывали на лежащий внизу город я же такое ощущение какой-то тоски и печальности по ушедшему былому и вот эта эфемерность толкает героев к тому чтобы сблизиться к тому чтобы хотя бы найти контакт тепло в друг друге и тут еще один момент семейные отношения до семейные взаимоотношения как правило описаны у юсимота банана не между реальными родственниками а вот людьми которые так сказать родственные души которые нашли друг друга аж тоже самой касается самой семьи то как правило это такой когда мне описывается в прозе это как правило феминный тип семи это не только на самом деле вещи мото банана это у каории куни также встречается и божественные лодки это встречается и у гава йокко то есть это много где есть такой в современной женской прозе мотив мотив феминного типа семейства где отец или он как-то вообще не возникает в сюжете или же либо же он умер как случай допустим с эрико в кухне или же он ушел бросил семью вот то есть мужчина не оказывается таким центральным персонажем который как-то влияет на формирование других героев на сюжетику но интересно что если и есть какой-то мужской персонаж в прозе то юсимота банана показывает что и мужские персонажи могут быть разные как например тот же самый эрику который решил стать еще вести себя как женщина одеваться как женщина потому что это позволило ему раскрепостить свое внутреннее чувство свою эмоциональность он смог плакать открыто и не стесняясь то есть женственность наоборот помогает ему быть собой в то время как допустим женские персонажи у юсимота банана это наоборот девушки с бунтарским духом девушки которые хотят быть самостоятельными независимыми утверждают свое как раз независимость каких-то социальных предопределений гендерных ролей они может быть отчасти и даже а социальны как цугуми например в одноименном произведении который отказывается взрослеть и желает просто оставаться девочкой свободной от всех вот этих гендерных предопределений на работе в семье и так далее и вот герои юсимота банана будучи такими независимыми но в то же время сталкиваясь со страхом одиночества они все равно утверждают позитивный момент того что можно жить свободно можно жить раскрепощенно вне зависимости от вот этих стереотипных наименований мужественности женственности можно быть собой собственно юсимота одна из тех писательниц которая подарила это осознание многим девушкам своим современницам и как мы убедимся собственно эти темы в общем-то освобождение от социальных рамок будут развиваться в творчестве последующих писательниц которых мы будем сегодня рассматривать и вот наконец тема смерти которая в общем-то таким таким лейтмотивом всегда проходит через прозу юсимота банана она оказывается совершенно иной это не такая же смерть как в модернистских произведениях смерть мрачная смерть декадентская смерть грубая в прозе юсимота банана смерть переживается героями они исцеляются от той травмы которая нанесена им связи с опять же утратой близких и вот как раз в отличие от такого пессимизма и меланхолии предыдущей литературы появляется возможность исцелиться через прозу юсимота банана ну и наконец вот внимание к ближнему пространству собственно это и юсимота банана и у гава йока и у мурата саяка мы сегодня убедимся к деталям пространства в том того в общем-то очень ограниченного пространства в котором прибывают герои будь то кухня будь то комната или магазинчик и они в этом пространстве они с ним сливаются они в него вживаются и детали этого пространства как раз передают малейшие нюансы их психологических перемен сознания вот это опять же такая черта национальной скорее эстетики ну в похожем таком духе магического реализма создает свои произведения к ваками хироми она дебютировала тоже в восьмидесятых годах со своим произведением сначала это был ну вот руй руй она опубликовала в научно-фантастическом журнале когда училась в университете ученомидзу но потом она вышла замуж так занялась домохозяйством и только в девяносто четвертом году она снова в общем-то взялась за перо так сказать и вот выходит ее произведение медвежий бог камисама девяносто четвертом году и получает премию паскаля а в девяносто шестом году выходит произведение хэби о фуму наступить на змею который уже получает премию к тагава это как раз тот год когда впервые две писательницы получили одна вот это была к ваками хироми премию к тагава другая но нами аса получила премию наоки впервые за всю историю премии в единовременно случилось так что это были женщины писательница также к ваками хироми популярны за границей с таким произведением как сумка сэнсэя сэнсэй нокабан утонувший оборерю которые в общем-то переведены на английский язык сама же каваками хироми очень известна в литературных кругах она также 2007 года состоит в качестве члена жюри премия к тагава и в общем-то заняла такое прочное место в литературном мире но что же касается вот художественного стиля каваками хироми у нее как раз пост модернизм очень очень тесно переплетается с национальной традицией и вот этот уход в рациональность построение практически такого мифологического пространства самом деле вот ее такая отличительная черта и как это замечают многие исследователи в частности от суси каяну стиль произведений каваками сказочный действительно пространство которое она создает художественное пространство весьма условно там редко называются какие-то вот временные детали которые нам дают понять а что это за период что это за эпоха или то пространство в котором находятся персонажи особенно это касается ее раннего творчества и вот таким оказывается повествование в произведении дворец морского царя рюгу в этом произведении что-то очень непонятное про бабушка которая то ли является шаманкой то ли оборотнем то ли еще кем ведет диалог со своей правнучкой и при этом фрагменты текста перемежаются то и у них идет диалог то это биография про бабушки при этом очень сложно понять что вообще на самом деле происходит внутри этой биографии кто это бабушка почему она постоянно меняет форму почему она то оборотень то шаманка то какой-то сказочный персонаж этот нарушенный хронотоп художественного мира дворца морского царя передает как раз постмодернистскую концепцию резомы что ли потому что в этом пространстве художественном сочетаются отсылки к самым разным сказкам мифом японским это такая цитатность где вот эти цитаты постоянно находятся во взаимодействии друг с другом они образуют какие-то новые смыслы но новые переживания и как часто говорят в общем-то интерпретация прозы каваками хироми однозначно естественно невозможно есть разные как бы попытки скажем как-то символически образно описать о чем это и так далее но вот эти вот калаш этих явных скрытых цитат требующих самых различных культурных узнаваний так скажем процессов культурного узнавания которое постоянно взаимодействует восходит какой-то такой странный диалог это вот как раз отражение идеи о том что мы адекватно нашу реальность интерпретировать не можем и собственно при этом помимо того что само пространство всем биографии и то про бабушки это такое сцепление различных упоминаний персонажей вроде ото химе сентаро зверей волшебного типа лисе из брусуков и так далее то вот части где идет диалог так скажем бабушки с ее правнучкой тоже в общем-то лишен какой-то смысловой ну скажем так вычленимой интерпретируемой оценки например рассказчица говорит своей бабушке прошу тебя исчезни ты чего ты ведь ты вера ведь родная мне кровь как только это сказала мне это сердце мое ёкнуло я стала что-то припоминать но никак не смогла вспомнить ты просто забываешь что что сама сделала холодно прошептала и то вот это такая мрачная сказка в духе каваками хироми когда не очень понятно кто есть кто и что на самом деле зло что на самом деле добро ни до ни после не объясняется о чем на что намекает и то нам остается лишь догадываться как комментирует другой исследователь аояги эдском все ситуации изображаемые в прозе каваками хироми они показывают ситуацию тотального разлада в общении когда вот этот диалог между я и другим принципиально невозможен мы не можем адекватно его выстрелить мы не можем адекватно понять другого и даже несмотря на то что разговор в произведениях каваками хироми играет такую ключевую роль в том же медвежьем боге все построено на прогулке беседе главной героини рассказчица с медведем опять же что там и там ничего не происходит к чему этот был диалог не ясно но видимо самого состояния этого диалога общение с другим попытки его понять как раз является таким центральным при этом еще одна особенность это как раз использование архаичных слов каваками хироми то есть как она сама отмечает это использование архаики намеренно для как раз создание такого эффекта остранения таким же в невнятном оказывается произведение хэби о фуму наступить на змею вкратце конечно там описывается как героиня уступила на змею эта змея превратилась 50-летнюю женщину которая приходит ей к ней в дом начинает готовить вести себя как ее мать и собственно говорит что я твоя мать потом внезапно забирается на потолок превращается обратно в змею через некоторое время выясняется что многие змеи помогают соседям этой рассказчицы и в общем то они очень положительно о змеях отзываются но в конце рассказа героиня возвращается домой змея спускается с потолка и душит ее на этом заканчивается произведение очень короткое вадат стомом считает что вот наступить на змею эта работа которая выражает дискомфорт во взаимоотношениях с другими взаимоотношениях с опять же вот этими неуловимым этим неуловимым другим который вторгается в твою жизнь твою повседневность в твое личное пространство и в итоге душит тебя но опять же одной какой-то интерпретации этого сюжета этого произведения нету но еще одна особенность это биологичность прозыка ваками хироми как раз же вот эти вот змеи эти различные существа медведи сказочные элементы они тоже постоянно трансформируются они изменяются и это как раз отражает ощущение нестабильности нашей действительности нашей реальности постоянно изменчивость и изменчивость вот как этого мира вокруг так и героев в частности рассказчиц которым иногда буквально физически меняются например в произведении киэру по которому очень хорошая статья написана анастасии борькиной вот киэру исчезнуть там как раз описывается как главная героиня не буду рассказывать про весь сеттинг этого произведения какой там мир но главная героиня она в конце произведения теряет контроль над своей телесностью раньше она могла обращаться кошкой клубочком сворачиваться на коленях своего брата но теперь она этого не может и теперь ее тело распухло превратилось какой-то шар а это случилось после того как она обвенчалась и произошла брак по сговору и она должна покинуть свою семью это как раз отражает от этой женской как бы постоянную трансформацию в течение жизни в частности замужество беременность роды это все время изменение физическое психологическое психическое вот как раз это на физическом таком образном уровне показано в произведениях каваками хироми но еще один момент это то что она трансформирует то что обычно потусторонние персонажи потусторонние элементы существа это в классической японской прозе зачастую женщины там какая-нибудь юки он на или какие-нибудь духи которые душа и кирио живой дух который покидает тело своей носительницы убивает другую женщину которую она приревновала это все как обычно вот мрак такой такая теневая эстетика это все женщина это все в ней но у каваками хироми происходит обратная ситуация это женские персонажи встречаются с какими-то существами какими-то призраками как например в монадзуру героиня встречает ее преследуют призраки она их называет преследователями и эти призраки помогают есть одной стороны осмыслить то что произошло в прошлом ее расставание с мужем ее почему это произошло она пытается это понять она крайне привязана к мужу она до сих пор его любит но не понимает почему он исчез а исчез он он скончался номер но что этому способствовал и почему в его дневнике в конце было написано монадзуру задаваясь этими вопросами она пытается как раз это понять но главное в произведении опять же не сюжетика от течение прозы ее движение ее поэтичность и это именно поэтический конструкт эта проза каваками хироми она прибегает к наматопе она прибегает к архайке словесной она использует хирагану тех местах где лучше было бы написать канзи чтобы был понятен смысл просто когда мы встречаем текст чисто на хирагане мы останавливаемся мы не понимаем сразу что имеется в виду учитывая всю скажем так амонимичность японского языка иногда это могут возникать двойные смыслы хирагана замедляет чтение наше восприятие нам приходится возвращаться вчитываться и проникаться заново видеть слова заново их ощущать это такая вот особенность как раз проявляется и у каваками хироми у каваками миеку тоже мы увидим это также это неправильная форма построения предложений нарушение причинно-следственных связей какая-то фрагментарность которая присутствует в прозе ну вот например так звучит один отрывок из монадзуром Перевод Мироновый Море скучно в нем нет ничего интересного кстати вот это море скучно всего лишь а тут море скучно в нем ничего интересного нам приходится как-то уточнить этот смысл только волны плещут и плещут присев на камень у воды я стала смотреть морскую даль дул сильный ветер долетали брызги я промокла холодно хотя речь он уже давно прошел под камнем сновали щите на хвостке эта порцеляция делает предложения разорванными какими-то обособленными как будто бы вырванными из поэтического контекста и вставленными в прозу собственно это такая вот особенность поэтизации когда мы концентрируемся не на сюжете а опять же на ощущение текста на том как он так сказать трансформируется перетекает как мы его ощущаем какие эмоции он у нас вызывает вот это часто тема нестабильности человеческого существования постоянно изменчивость мира и главная изменчивость женской идентичности у каваками херами передается вот в такой именно странной магической сложной прозе вот эта вот связь между попытка себя осознать свое я и так далее через предки предков как это в дворце морского царя когда она вот этот диалог с прабабушкой как бы попытка выстроить собственную идентичность это встречается также очень часто и у других писателей женской прозы и вот следующий к кому мы обратимся как раз который тоже возникает это вопрос женской идентичности у гава йоко тоже очень популярная ныне писательница она родилась втором году окончила литературный факультет университета васада выпустил очень много талантливых японских писателей в восемьдесят восьмом году она получила премию каен для начинающих писателей за произведение когда ломается бабочка парусник такое произведение где описывается как рассказчица сидит у кровати своего больного брата в больнице пытается вот как раз скажем так соотнести эту больничную чистоту и грязность повседневности такое напряженное произведение в девяносто первом году она получает премию октагава за работу календарь беременности и собственно если говорить от тех произведений которые чаще всего на слуху это допустим любимое уравнение профессора получивший литературную премию юми ури в 2003 году и стала бестселлером переводилась а также есть экранизация его японская другое произведение это образец безымянного пальца это произведение было экранизировано французский французскими режиссерами называется перст любви если по-русски это виду фильм вот и и что в любимом уравнении профессора что в образце безымянного пальца там поднимается тема памяти и механизмов памятствования которые потом получат такое оформление в произведении полиция памяти тоже известны но в оригинале называется хисояка на кэссо в последние годы в общем-то угава йок очень активно работала в качестве члена отборочной комиссии премии октагава так что тоже влиятельный литератор и когда говорят о стиле угава йока характеризует ее стиль в частности митсуёши но мана говорит о том что если стиль мураками харуки это стиль голливудских фильмов то вот проза угава йока это стиль стилистика европейских фильмов я думаю что они вроде из французской новой волны потому что и по настроению потоку по меланхолии по такому ощущению одиночества отстраненности она особенно близко это такая опять же ностальгическая атмосфера где взгляд вновь сосредоточен на деталях ближнего пространства но я думаю что важно посмотреть на ее творчеством такого достаточно экспериментаторского плана и тот самый дебют который вызвал резонанс среди членов жюри премии октагава это произведение календарь беременности представляет собой по сути дневник но дневник выполнены в форме такого даже даже медицинской карты рассказчица наблюдает за трансформацией своей беременной сестры физической психологической и очень аналитически записывать то что с ней происходит вот это вот скажем тогда тошное внимание к этим трансформациям сестры и то что ощущает сестра попытка на самом деле понять что чувствует сама рассказчица свое эмоциональное состояние свое переживание как отмечает вот одна из исследователей творчества угава йоком в этом произведении по сути передано само ощущение беременности то есть это произведение которое на физическом на сенсорном уровне передает эту тяжесть неоднозначность и двусмысленность потому что беременность показана с точки зрения такой ну достаточно критично негативной не как что-то радостное не как что-то связанное с рождением новой жизнью что так принято праздновать и так далее и тому подобное даже собственно сама сестра рассказчица она произносит слова беременность жутким образом как будто она произносит имя гротескной гусеницы а сестра также с одной стороны это была желанная беременность но вот эта двойственность вот это неоднозначность по ощущению по отношению к своим к своему состоянию когда как будто бы в тебя вселился фантом который хочет в скором времени вырваться и он использует твое тело для того чтобы взрасти в нем и потом использовать его именно как такой временный дом вот это как раз двусмысленность рождающийся в произведении вызвала неоднозначные оценки премия ученик жюри премии октагава но опять же так и надзава норико говорит о том что создавая вот это ощущение отчужденности инаковости не своего тела в этом произведении который дается достичь угово йоку в этом и есть на самом деле реалистическая мощь потому что читатель способен пережить эту эту неоднозначность этот высмысленность эту пограничность состояние психологическую и физическую в том числе но вот интересно как она это делает угово йока обращается к сенсорным образом к образом физическим она пытается передать действительность не с помощью словесных номинаций каких-то эмоций злости растерянности нет там потерянности и какой-то ненависти нет она обращается именно к передаче ощущений чувств и сквозь них опять же проступает то подсознание рассказчицы которая опять же не называется но мы его чувствуем в тексте подсознание которое многие критики назвали злонамеренным потому что рассказчица даже готовит варенье скармливает его своей сестре потому что считает что это варенье из грейпфрута способно убить плод потому что она где-то прочитала что в этом варенье есть какие-то структуры химические которые способны повлиять на этот плод то есть рассказчица постоянно и делает и осмысляет все как-то очень не однозначно очень в мрачных тонах да но это на самом деле все поиски своего отношения к происходящему ей непонятно это состояние ей непонятно сестра вот это странные отдаленные так далее и вот эти телесные ощущения которых я говорю вот например среди на ли более частых образах которые встречаются это ощущение это образ допустим стекла или образ газа газа как-то чего-то неуловимого как раз передающего непостижимость переживаний непостижимость того что происходит с сестрой вот следующем отрывке например как моя сестра сообщила моему зятю о беременности я не знаю какие разговоры они ведут когда меня нет рядом я не очень понимаю семейные пары мне кажется что это какой-то таинственный газ не имеющий ни очертаний ни цвета не отличимы от прозрачного стекла треугольной колбы то что здесь описано это как раз ощущение рассказчицы какой-то непонятности взаимоотношений пары семейной переданы через образ газа в другом отрывке моя сестра кричала ероша волосы тут описывается токсикоз когда в общем сестра начала тошнить и стало плохо и как раз расскажется наблюдает четко все детально описывает она была сама не своя оказалось даже плакала ее босые ноги выглядывающий из пижамных брюк были холодными и прозрачными как стекло этот образ стекла функционирует в произведении как некий барьер между рассказчица и объектом который она наблюдает она наблюдает объект ей непонятный неясный стеклянный и тут на самом деле передан дискомфорт в наименовании в названии ощущений не столько даже физическом отвращение которое переживает расскажется не столько вот тех скажем каких-то предвзятости и предрассудков отношения беременности а скорее тех чувствах и переживания которые накрывали ее на подсознательном уровне но она не имела возможности их оформить вербально в частности это характеризует эпизод когда она пытается подобрать в своем сознании название этому ребенку осмыслить его ключевое слово которое я сейчас использую для распознавания ребенка в моем сознании это хромосома только форме хромосомы я и могу осознавать форму ребенка она его также еще называет опухолью и неким инородным телом который трансформировал ее тело сестры также она находится в поиске слов даже элементарных казалось бы поздравления она не может поздравить свою сестру с беременностью за когда есть сообщили эту новость и она лезет словарь посмотреть что значит слова омэдэто поздравляю да она смотрит словарей понимает что это слово бессмысленное но совершенно не соответствует ситуации и вообще не кажется это каким-то радостным праздничным моментом вот в этом постоянном поиске слов них дискомфорте в обращении к существующему языку как раз и строится все произведение уголайок с одной стороны как раз демонстрирует такую смелость в обращении к тематике с другой стороны на языковом уровне на уровне вот этих ощущений достигает передачи от вот этого ивакан ощущение дискомфорта физического психологического и сознание рассказчицы это сам текст вот в общем-то женская метафизика это тема которых часто обращаются уголайок и в том в том же произведении полиция памяти и вот часто характеризуют как такой антиутопичный роман но антиутопия там скорее на внешнем уровне ну да это антиутопия в плане того что там есть тайная полиция которая отслеживает кто хранит воспоминания кто хранит предметы которые связаны которые исчезли из этого мира а механика мира в полиции памяти в том что там постоянно исчезают предметы и не только предметы но и какие-то понятия допустим могут исчезнуть розы могут исчезнуть календарь фотографии судоходства все это исчезает из мира и исчезает из сознания людей. Но дело в том, что не все люди на самом деле забывают об этом. Какие-то люди сохраняют эту память, но просто по своим генетическим особенностям. И тогда их ищет тайная полиция и забирает. А что с ним происходит дальше? Загадка. Так вот, мать героини как раз была одной из тех людей, которая помнила все. И она хранила предметы, которые исчезали из этого мира. Духи она хранила, изумруд. И она это хранила в коробочках и показывала своей дочери. Но у дочери это ни эмоций, ни воспоминаний никаких не вызывало, потому что у нее из памяти это все вымыто, все это исчезло. И в произведении постоянно идентифицируется все. Быстрее и быстрее исчезают различные предметы, различные понятия. В конечном счете героиня теряет собственную телесность. И все, что у нее остается, это голос. А она писательница. И еще то, что у нее остается, это рукопись. Рукопись, которую она создает. И опять мотив текста. Текст как самоидентификация. Текст как самоосмысление. Раньше она пыталась самоидентифицироваться через свою мать, через эти предметы, которые она хранила. Но это неверный способ. Это не она. А вот текст, те произведения, которые она создает, те миры, которые она создает, это и есть она. Это ее я, это ее личность. Как я уже говорила, оригинальное название произведения Хисояка на Кэшо — «Заветный кристалл». И как говорила Огава Йокова в одном из интервью, «Заветный кристалл» — это как раз есть то внутри нас, что неделимо дали. У нас могут отнять воспоминания, мысли, наше тело. Но вот этот кристалл, вот эта Кокоро, эта сущность наша, это что-то, что не подвергается никакому изменению. И она находится в поисках этого заветного кристалла в душе своих героев. Следующая писательница, о которой, я думаю, очень важно поговорить сегодня, это Каваками Миеку. Крайне популярна ныне. Ее произведение «Хелен» «Небеса» в этом году было номинировано на Букеровскую премию в этом 2022 году. Каваками родилась в 1976 году. Она и певица, и поэт, и романист, в общем-то, очень активный культурный деятель. В 2007 году она получила премию Акутагава, вернее, премию Акутагава была номинирована за произведение «Ватаку сирицы инха Матавасы кай». Ну, примерно, это процент «Меня в зубах» и «Мир». А в 2008 году, уже на следующем году, она получает премию Акутагава за произведение «Чи-чи-то-раун» «Грудь и яйца». В общем-то, эта писательница считается такой передовой, авангардный в настоящий момент, очень активно обсуждается в западном мире. Каваками проблематизирует культурные и социальные аспекты нашей действительности, которые, как она считает, производят психологическое и, может, даже физическое насилие над женским телом, потому что закрепляют определенные гендерные роли. Женщина определяется ее гендером, ее биологическими особенностями, ее репродуктивной системой, которая предполагает, что она должна заводить детей, рожать, выполнять роль матери. При этом ее произведения переданы в таком очень, опять же, поэтичном, обращенном к национальной традиции слоге, скажем так. А передавая проблематику метафизического ощущения женщины, она обращается к такому именно наблюдательному стилю за вот этими самыми переменами психологического состояния. Вот ее произведение, дебютное, вот такой серийцы «Инхама» от Аласыкай, это своего рода прозаическое воплощение декартовской идеи «Когиту эрго сумм» «Я мыслю, значит, я существую». В центре повествования рассуждение о том, что есть я, и где границы меня, и где я нахожусь. Вот этот вопрос «Где я нахожусь?» задается им главная героиня. И она думает, что нет, я нахожусь не в мозге, я нахожусь в своих крепких задних зубах. Она думает, что именно ее зубы это вместилище ее, ее сознания. Ну вот тот самый заветный кристалл у нее расположен именно там. Это вообще такой вопрос сложный, ведь где находится душа человека, его сознание то ли в мозгу, то ли в сердце, разные народы оценивают по-разному. Кто-то говорит, что в печенках, кто-то говорит, что в селезенке, еще где-нибудь. Одно время в Японии верили, что волосы человека хранят его душу, и поэтому нельзя, чтобы волосы отрезали. Потому что это воздействует непосредственно на тама, душу. Так вот этот вопрос, какой части тела нахожусь я, а также вопрос, где заканчиваюсь я, где начинается мир, как раз вот этому и посвящено произведение. При этом Каваками показывает, насколько трудно провести эти границы между собой и другим, между собой и миром. Если задуматься, а сколько вообще нас в нас? Какой процент, как раз процент меня в этих зубах, в этом мире? При этом это передано в очень красивом, поэтичном, ритмичном стиле, ритмичной прозе с осокским диалектом. Я сейчас как раз зачитаю, чтобы это просто звучало и было слышно, это мелодика, такое специфическое, скажем так, грамматическое оформление в соответствии с осокским диалектом. Но тем не менее. Не важно, где мне будет подобрано место, в мозгу ли, где-либо еще. Не важно, куда вы меня определите. Не важно, определите ли вы меня куда-либо вообще. Со стороны все одно. При этом это все в таком разделении идет. Строки написаны как поэтические. Вот еще один отрывок. Строки написаны как поэтические царства. Это все передано в такой практически лишенной знаков препинания прозе, в таком плавном перетечении одного к другому. Кстати, вот этот дневник, который пишет рассказчица, это дневник ее ребенку, который нету даже в планах. Но она пишет этому ребенку, поэтому перевод такой. «В мире твоей мамы есть бесчисленное множество людей, у каждого из которых есть тело и одновременно сознание в нем. В каждом из них есть что-то вроде центра, в котором живет не что иное, как человеческое я, и центр, внутри которого открывается их собственный мир. У твоей матери он тоже есть. Интересно, почему же я, твоей матери, находится именно в ней? Почему соединяется таким странным образом с ее телом? Как бы мы ни старались, этот вопрос, на который невозможно дать удовлетворительный ответ. Некоторые люди называют это чудом». И вот таким образом проходит все повествование. Очень фрагментарное, придущее какие-то мысли, переживания, ощущения, раскачивается. Опять же, очень близко к такой традиционной национальной прозе. В другом произведении, тоже не дебютном, но отметившем ее как литератора очень талантливого, произведение «Чичи Тора. Грудь и яйца» 2008 года. Поднимается тема деторождения, тела женщины. Как раз все те самые темы, о которых я говорила прежде. В сюжете три женщины. Макико, которая живет в Осако вместе со своей дочерью Мидори, она мать-одиночка Макико. Мидори 12 лет, они приезжают в Токио к сестре Нацку. И там описывается событие трех дней. Суть в чем? Макико считает свою жизнь не сложившейся, порушенной и крайне озабочена тем фактом, что после рождения ребенка у нее уменьшилась грудь, и она теперь думает о грудных имплантах. А ее дочь Мидорика в этот момент переживает половое взросление. У нее постепенно просыпается бунтарское настроение. И ее крайне раздражает, что мать так подвержена тем гендерным стереотипом и ожиданием, делом красоты общественным. И на примере матери, брошенной, одинокой, отчаявшейся и в ее глазах опустившейся, она испытывает раздражение вообще в принципе по отношению к женскому телу, к женской идентичности. Поскольку ей не нравится, что ее тело, которое изменяется в данный момент, оно изменяется в соответствии с социальными ожиданиями. Впоследствии от нее будут ожидать, что она выйдет замуж, что она родит детей, и что вообще женское счастье определяется именно такими категориями. В частности, вот как она рассуждает в своем дневнике. «Мне самой неведомо, с каких пор я нахожусь в своем теле, но это тело все больше и больше меняется без моего ведома». В тех частях дневника, где она осмысляет судьбу своей матери, она как раз выражает вот это возмущение реальностью женской судьбы, где все предопределяется функцией деторождения. И Мидорико беспокоит вот эти биологические, социальные аспекты беременности, ее тела и так далее, что это все каким-то образом детерминировано. Само название новеллы «Грудь и яйца» как раз и обращает нас к проблематике ее матери Макико, которая озабочена грудными имплантами, и дочери, которая яйца как яйцо, именно связанное с половозрелым возрастом, с ее становлением и так далее. В конце кульминационная сцена, когда Макико возвращается от врача, вернее так, Макико ушла к врачу на консультацию по поводу этих самых имплантов и пропала на сутки. Она возвращается пьяной, как выясняется, она ходила к своему бывшему мужу, отцу Мидорико. Это, конечно, вызывает конфликт между персонажами и Мидорико, которая на протяжении всего рассказа передавала свои ощущения и переживания исключительно через текст, вдруг говорит, она впервые заговаривает, и она кричит, и она возмущается поведению матери. Это такой кульминационный момент, где как раз раскрывается вся напряженность. То есть проза постоянно, Кавакай Мико постепенно, в ней нарастало-нарастало напряжение, и вот этот взрыв происходит именно в конце. Как раз Чичи Туран, в общем-то, в грусти яйца проблематизирует этот женский опыт, женскую судьбу, через изображение этого конфликта матери и дочери, а конфликт коренится, на самом деле, в их телах, и телах, которые воспринимаются социальных и гендерных предопределений, как такие функции. Продолжение, относительное продолжение этой истории получила в произведении «Нацу Моногатари», где уже рассказывается история Нацко, сестры Макико. Нацко волнует вопрос. Она хочет завести детей, но у неё нет мужа, у неё нет возлюбленного, и, в общем-то, она не планирует их заводить. Ей принципиально интересен другой аспект. Она хочет увидеть лица своих детей. И она задумывается над вопросом искусственного оплодотворения. И тут уже поднимаются темы репродуктивной этики, насколько, скажем так, это эгоистичное поведение, насколько нет. Потому что она встречает различных героев. Среди них как раз мужчина, который родился с помощью искусственного оплодотворения. И он говорит, что невозможность увидеть лицо своего отца уже, узнать его, это на самом деле сильно ударяет. Это лишает очень многих возможностей эмоциональной полноценности в человеке. В общем, Каваками переосмысляет сам смысл рождения и роли женщины в нём. По сути, женщины сталкиваются в её произведениях со всеми аспектами такой женской судьбы и женской жизни. И Каваками показывает всю неоднозначность этого процесса и тех предопределений социальных, которые накладываются на неё. Как комментируют исследователи Каваками Хироми, итальянский Хулиано Буреттико Альзатте, борьба героев Каваками с телесной социокультурной детерминацией перекликается с одним из основных моментов в произведении писательницы Хигучи Ичиё. И вот тут у нас как раз идёт связь с традицией. Очень интересно на самом деле, потому что Каваками Миеко переводила на гендайгу, на современный японский язык, произведение Хигучи Ичиё как раз так и Курабе, сверстники. Оно написано просто на Набунго, такой литературный язык, который не все понимают, особенно в современный период. Так вот, проза Хигучи Ичиё как раз отличается такой растянутостью предложений, плавностью, течением и отсутствием пунктуации, отсутствием конкретных причинно-следственных связей. И получается, Каваками Миеко как бы имплементировать вот эту поэтичность прозы Хигучи Ичиё в свою. В частности, вот это создаётся ощущение такого потока сознания, который перетекает из текста в сознание читателя, которое, опять же, даёт ощутить на эмоциональном уровне. Ну да, кроме того, опять же, это использование хираганы вместо момента, где можно было бы написать иероглифы. Это аноматопея, богатство использования аноматопоэтических различных образов. Ну вот, например, там вот в той цитате, где Мидорико говорит про постепенное изменение своего тела, она это произносит как «Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-каватый-кэ». Вот «Дон-дон-дон» постепенно. Это, опять же, создаёт такую плавность, такую мелодичность тексту. В общем-то, Каваками Миеко наследует, с одной стороны, вот этому традиционному, вот этой традиции Хигучи Ичиё, а также отчасти и Танидзаки Джуничиро, потому что Танидзаки Джуничиро также обращался, и Кавакаме Юсунари также обращались к консайскому диалекту Танидзаки, именно к Осакабен Косакскому. И ей получается, используя особенности и структуру японского языка, передать особый эффект этого самого потока сознания, сформировать ритм произведения, и обсудить темы самые разные, современные, в интертексте, в общении с литературной традицией. Ну и, наконец, Мурата Саяко. Самая, так сказать, эксцентричная, наверное, по своему творчеству писательница. Как отмечают литературные критики, Мурата, в общем, слишком смелая. Она переходит границы всех мыслимых и немыслимых табу. Её, собственно, дебют состоялся в 2003 году. Она получила премию Гунзо для начинающих писателей за произведение «Грудное вскармливание». Было у неё ещё несколько произведений, номинированных на премию Мишима Юкио. Они обычно как раз… Премия Мишима Юкио назначается именно таким постмодернистским произведением, произведением крайне экспериментальным. В 2014 году один за другим выходили произведения 2014, 2015, 2016. В 2014 году выходит «Убийство и роды». В 2015 году «Исчезающий мир». Собственно, в произведениях они, в общем, научно-фантастического плана, спекулятивного. Мир, где какая-то идея, какая-то мысль доведена до предела, до какого-то абсурда, сюрреализма на самом деле. Она использует как раз романное пространство для вот этого спекулятивного эксперимента переворачивания нашей действительности, каких-то идей, той же идеи искусственного благотворения. Её научно-фантастические произведения затрагивают вопрос демографии, опять же, гендерных ролей, деторождений и так далее, и так далее. То есть это вот прямо такой мейнстрим, как мы видим в женской прозе ныне. В романе «Убийство и роды» мир следующий. Каждая женщина, которая родит 10 детей, имеет право убить одного человека. Да, совершенно перевернутые понятия о демографии, её контроле. И там две сестры, одна как раз беременна десятым ребёнком, а вот рассказчица, она смотрит на неё и задумывается, кого хочет убить эта милая, спокойная девушка, зачем она это делает. В чём суть? Это передача вот этого ощущения стремительного изменения мира, этики, принципов, морали. То, что нормально сейчас, через несколько лет может оказаться аморальным. Те вещи, которые нам кажутся немысленными через некоторое время, через 20-50-летие, могут оказаться общепринятыми. И Мурата как раз показывает эту хрупкость этики устоев человеческих. Её персонажи заставляют задаться вопросом, а где та грань, за которую ни автор, ни персонажи не перейдут, а они всё время её переходят. В другом произведении «Исчезающий мир», научно-фантастическая такая антиутопия, в общем, описана проблема деторождения, сопряжённая единовременно с вопросом сексуальности. Дело в том, что в этом мире соития, вообще половой акт между мужчиной и женщиной считается инцестом. Почему? Потому что там распространено то самое искусственное оплодотворение, и государство самостоятельно регулирует, кто рожает, когда рожает, кого рожает. При этом рожать могут одновременно и мужчины, и женщины. У всех появилась такая возможность. Всех на улице можно назвать «окасан» — «мать», а детей называют «кодомо-чан» — «детишки». Тут вообще полностью переворачивается понятие связи, сексуальности, брака, каких-то отношений между мужчиной и женщиной. Получается, что общество, вот эта функция воспитания переносится просто на общество. Общество и становится главным воспитателем, воспроизводителем и воспитателем. Такой единой утробы, которая рождает детей, которая занимается их воспитанием, всё полностью подчинено государственным органам, которые в прямом смысле оказываются органами. И эта проблематика получается полностью перевёрнутой в отношении Каваками Миеку, где Каваками Миеку рассматривает с позитивных точек зрения, а Мурата просто доводит до такого предела эту идею. Но не только антиутопиями известна Мурата Саяка, есть у неё и произведения, посвящённые нашей современности. Я думаю, многим известный человек Кумбинининген, которая получила премию к Тагаву в 2016 году. Переводилась, активно переводится. Там, в общем-то, описывается наша современность, наша действительность. Но, тем не менее, это всё равно оказывается экспериментом очередным со стороны писательницы. Тут исследуется, что норма, а что не норма. Главная героиня Фурукура Кейко никогда не понимала те общепринятые устои, принципы, какие-то нормы поведения, которые нормальны для общества, которым общество считает нормальным. Ей всё никак не получалось встроиться, стать частью этого общества. В чём её ненормальность, так скажем? По крайней мере, ненормальность с точки зрения того общества, в котором она находится. Она ей 36 лет, с 18 лет она работает в неполный рабочий день в комбине, в круглосуточном магазине. И нигде больше не работает. У неё нет никакой серьёзной работы, у неё нет семьи, у неё нет детей. И с точки зрения окружения, это очень странное положение для женщины в 36 лет. Поэтому её родственники, её близкие очень обеспокоены этим обстоятельством, в то время как сама Фурукура Кейко не очень-то понимает, а что, собственно, с ней не так. Но она всячески пытается подладиться, подстроиться под это общество, потому что не хочет его расстраивать, а главное, она не хочет быть вытолкнутой из этого общества, стать инородным телом, от которого это общество откажется, которое это общество вырежет. Вот, например, такое столкновение, представление этого а-ля нормального в кавычках общества и представление Фурукура Кейко представлено в следующей сцене. Читаю сейчас перевод Дмитрия Коваленина. «Конечно, твой счастливый шанс», — добавляет её муж, еле сдерживая смех. Насчёт счастливого шанса он имеет в виду зарегистрировать рассказчицу в соцсетях, для того, чтобы она нашла там партнёра. «Шанс?» — наивно переспрашиваю я. «Вы правда думаете, что от этого будет польза?» Муж Миха растерялся. «Ну, попробовать стоит. И чем раньше, тем лучше. То, что сейчас затягивать, не годится. Сама же в душе паникуешь, верно? Ещё пара лет, и считай, твой поезд ушёл. То, что сейчас? То есть так, как я живу, жить нельзя? Ну почему? Тут тонкое чувство грани, которое передаёт Мурата Саяко, работает как оружие, которое обращается уже к читателю. Кто ещё здесь сумасшедший? Что ещё здесь ненормально? В этой истории создаётся ощущение, что это не фурукуракейка какая-то ненормальная, а как общество, которое её хочет загнать в определённые свои рамки, к которых они привыкли видеть остальных. У этого общества проблемы с самовосприятием. И в центре романа оказывается вопрос о здравом смысле, соотношении здравого смысла и, опять же, хрупкости устоев человеческих, их принципов. В общем-то, на самом деле, боясь стать фальшивкой фурукуракейкова, она действительно делает всё возможное. Она никак эмоционально не переживает то, что она какая-то иная. Ей главное, чтобы её никто не трогал, чтобы она оставалась в этом магазинчике, продолжала работать. Потому что нормальный мир поддерживает свой порядок принудительно. Все инородные тела он потихоньку выбрасывает, а отбросы утилизирует. И вот тут уже поднимается вопрос социальной иерархии. Страшнее всего оказаться именно этим самым инородным телом на теле общества, которое она постарает исключить из себя. То, что воспринимается как отклонение, то, что считается как маргинальность, выдавливается, считается недостатком и лишает возможности человека в этом обществе на равные права, на то, чтобы считать себя человеком, то, чтобы чувствовать себя человеком и быть на одном уровне с другими. Это очень, кстати, перекликается с произведением Мириэл Барбери, французским романом «Элегантность ёжика». Там главная героиня, такая пожилая консьержка, она крайне эрудирована, образована, но ей свою эрудированность, свою образованность приходится скрывать. Ей приходится всячески подстраиваться, мимикрировать под ожидание общества, общества домовладельцев того дома, где она работает, консьержкой. Потому что консьержка во всём представлении это такой необразованный человек, который смотрит постоянно телек, её ничего не интересует и так далее и тому подобное. И рассказчица, главная героиня, там, на самом деле, несколько героев. Так вот, эта консьержка, она делает всё, чтобы создать впечатление, создать образ того, что от неё, соответственно, ожидают окружающие, чтобы избежать астракизма, вытеснения из этого общества. Как она говорит, её судьба быть бедной и уродливой. И что в французском романе, что в японском, социальная иерархия определяет каждому свою роль в этом спектакле жизни. Но кому достаются второстепенные роли, кому главные, вот это такой вопрос бимён, неоднозначный. Получается, что те, кто играет второстепенные роли, они должны соответствовать, ну и те, кто играет главные роли, все должны соответствовать своим ролям и не выделяться, не выходить за эти самые рамки. Это основа общественного порядка, это основа безопасности социальной в какой-то мере. Но Мурата оказывается, в общем-то, скажем так, агрессивно, ну не агрессивно, нет, она оказывается неоднозначно по отношению к своей героине в том числе. То есть, с одной стороны, Мурата Саяку пугает общество, обычные люди, но с другой стороны, и сама раскащица, она, из нее все выскоблено, все такое живое, человеческое, она остается в форме функции, 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 которая заключается в том, чтобы поддерживать работу магазина комбини. И она буквально слита с этим магазином, она его ощущает, опять же, на уровне собственной физики, она как бы, есть продолжение этого магазина. И тут в меня затекает голос комбини. Я слышу музыку магазина, где каждый из звуков наполнен собственным смыслом. Все эти вибрации взывают клеткам моего тела, сливаясь внутри меня в унисон, как торжественная симфония. В чем этот магазин нуждается, чего его не хватает, я чувствую кожей мгновенно, во всех деталях, даже не думая головой. И вот здесь опять хочется подчеркнуть как раз внимание к этой детали, к этому ближнему пространству, ограниченному, но как раз это пространство и есть сами герои, оно есть их отражение, оно передает их психофизику в какой-то мере. Для фурукурокейка очень важно ощущать себя частью этого организма, частью этого механизма, так сказать, винтиком. Для нее это самое главное. Вне магазина она не чувствует себя безопасно, вне магазина она и не существует, даже когда она возвращается домой, она все время думает о комбине. Собственно, через характер своей героини, через ее мировосприятие Мурата смело обрисовывает ту неоднозначность этих социальных ожиданий, этих определений, ярлыков, которые навешивают люди друг на друга. Но это передается при этом в максимально простом языковом выражении, она не прибегает к никаким постмодернистским приемам, вроде резомы, как у каваками и хироми, потоку сознания и так далее. Все максимально просто в плане восприятия, но вот этот спекулятизм на грани хоррора на самом деле носит такое странное, жуткое ощущение. Собственно, Саяко Мурата, ей удается наш мир вывернуть наизнанку, показать вот эти самые швы реальности, которые расходятся. Мы можем увидеть, что они расходятся, только когда посмотрим совершенно иной позиции. Ну и в целом, подводя, так сказать, на этот слайд перевернем, подводя итог женской прозе японской, сначала хочется сказать об общих таких тенденциях. Женская проза в целом в мире считается такой авангардной в том плане, что женщины ищут новые способы выражения, новые воплощения себя, воплощения литературные. И в поисках новых тем, даже не новых тем, а в поисках выражения тех тем, которые их волнуют, но которые не поднимались прежде, часто очень интимных тем, они готовы перейти к границе привычных представлений, норм, ожиданий, попробовать эту реальность на прочность, границы этой реальности, узнать, что есть те определения, которыми мы осмысляем нашу действительность. Нынешняя проза — это проза высвобождения, так сказать, освобождения голоса женского и его выражения в новом ключе. Но чем отличается японская женская проза и вообще такой феминистский дискурс от, допустим, западного в том, что западный постмодернизм, феминизм стремится отказаться вообще от всяких бинарностей женского, мужского или других бинарностей, а вот писательницы Японии, они, наоборот, стремятся утвердить женское начало, сказать о его самодостаточности, о его независимости и равноправии в отношении к мужскому. Они хотят позволить женщине быть женщиной. Они постоянно об этом говорят, но женщине освобождены от тех предопределений, предрассудков и стереотипов, которые накладывают на них общество, которые навешивают ярлыки общества. И темы семьи и материнства, которые на самом-то деле уже давно прорабатываются в японской прозе, в японской женской прозе, даже начиная с периода мэйджи, особенно в послевоенный период, начинают обсуждаться. Они в современной прозе приобретают форму таких фантастических, юмористических рассказов, то есть именно направленных на то, чтобы иногда пародийно, иногда ироничным образом взглянуть на нашу реальность. Опять же, проблема социального бытия, социальной идентичности, памяти, и что есть эта память, что есть мы. И в то же время их проза, не отличаясь такой сложной теоретичностью, очень проникновенно, очень чувствительно, сконцентрирована именно на ритмике, на мелодике, именно на этих аспектах. И в этом плане писательницы ищут, находятся в поисках языка, который поможет передать самые различные темы, трансцендентальные, эфемерные во многом, темы человеческого бытия, тем самым выстроив, так сказать, мост в будущее через переживания нашей современной действительности. То, что находится на экране, это статьи, которые можно почитать на русском, на английском и на японском, ознакомиться по различным произведениям. Конечно же, это не все, но наиболее такие интересные у Нумана Митсуёщи особенно. А вот Борькина Анастасия, очень интересная статья как раз про исчезновение как способ существования в произведениях Угава-юка и Каваками-хироми. Такое глубокое и интересное исследование. еще есть тут QR-код, это ссылка на мою группу, где, опять же, все посвящено японской литературе. Если хотите, можете отсканировать и посмотреть. Если что, группа называется «Библиотека всяких всячин». Я думаю, в принципе, сегодняшнюю лекцию можно завершить. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok